Такая непростая работа. Пожарные и спасатели. В этом году их радушно принимают в гостеприимном Медвежьо-Озерском поселении, в уютном и просторном Доме культуры. Накрасочное тематическое мероприятие, посвященное сразу двум темам – системе противопожарной безопасности и урокам взаимодействия с населением. Руководство областного управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы собрало сотрудников Мособлпошспаса из нескольких муниципальных образований Подмосковья. Московская областная пожарно-спасательная служба, которая в прошлом году отметила десятилетие, вообще уникальная организация, около 8 тысяч человек. Мы представлены во всех муниципальных образованиях Московской области без исключения. Люди занимаются спасением, реагируют на дорожно-транспортные происшествия, на пожары, на различные чрезвычайные ситуации. Приятно, когда к нам приезжает много народу. Приятно, когда проходят вот такие мероприятия, и когда руководство Щелковское наше, отдел МЧИ, обратились ко мне с просьбой на базе нашей провести это мероприятие. Я считаю, что мы должны показать, что у нас есть, и чтобы в Московской области знали, что мы можем, и желаем встречать друзей. Служба пожарных и спасателей, она и героическая, и опасная, и одновременно очень важная для нас, для жителей. Потому эта очень непростая работа вызывает у всех живой интерес. Пригласили на мероприятие и школьников. Им на площадке перед Домом культуры, прямо возле противопожарной техники, специалисты рассказали, как она действует. Когда приезжаем на пожар, мы можем одновременно и тушить с этой лестницы, и одновременно можем лестницу выдвинуть и спасать людей. Высота этой лестницы 24 метра. Объясняют, что может случиться, когда такая это опасность, и если это опасность, мы знаем, как это называется и что это делает именно. Опасность, получается, как ее устраняют и как спасают людей, получается так. Организатором мероприятия в этом году выступило Щелковское территориальное управление Мособлпошспаса. Причем тема, которую обозначили как основную, была несколько неожиданной. Наш этикет, или, иначе говоря, нормы поведения человека на работе и в быту. Эта тема была представлена в выступлениях театральных коллективов из нескольких муниципалитетов Подмосковья. Мы должны воспитывать у наших людей культуру общения. Наверное, мы находимся в начале пути. Но этот непростой путь, непростой путь, пробудить в наших людях такт сострадания, где-то, быть может, элементы психолога, психологии, с тем, чтобы выходить при пожарах, при каких-то чрезвычайных ситуациях достойными. Под занавес мероприятия от лица гостеприимных хозяев, от главы района, его заместитель Евгений Петеримов поблагодарил собравшихся в зале, людей героической профессии за их самоотверженную службу на благо жителей. Андрей Циханович, Александр Роджевский, телерадиокомпания «Щелково».